Всем доброго дня, рад вас всех приветствовать. Моему автомобилю буквально через пару недель исполнится 3 года. Я решил не дожидаться этого и съездить сделать страховочки. Я страхую как ОСАГО, ну понятно, все мы страхуем ОСАГО, так и КАСКО. И сегодня я вам расскажу, сколько мне обходилось ОСАГО и КАСКО в прошлом году и сколько обошлась в этом году. Страхую я в согласии, это, ребята, не реклама, я действительно уже много лет страхую в этой страховой. У меня случались страховые случаи и как бы я остался доволен этой страховой. Был случай по КАСКО на моем предыдущем автомобиле. Первый год я его страховал по КАСКО на Ладе-Колине. Там мне все отремонтировали, то есть никаких претензий. И был случай, когда уже КАСКО не было, было просто ОСАГО, в меня врезался другой автомобиль. Но обращался я в свою страховую, они мне выплачивали, то есть тоже выплатами я остался доволен. До этого я страховался в Росгострахе, это еще было там 10-е годы, там 9-й, 10-й год. И у меня была неприятная ситуация, я был виновником ДТП. Автомобиль, в который я врезался, был свежий, ему не было еще и года. Очень сделал такую неприятную вещь владельцу автомобиля, разбил его автомобиль. И моя страховая там очень сильно заортачилась, насчитала какие-то копейки. Долго мы с ними бодались, там проблемы были и с выплатами. В общем-то, в итоге я плюнул, мне стало жутко неудобно перед человеком. Мало того, что я ему разбил автомобиль, он не может им пользоваться, он у него стоит на ремонте, деньги там не выплачивают. Так еще и насчитали сумму недостаточную для ремонта. И в общем-то, я решил, что будет правильно и доплатил ему из своего кармана. Несмотря на то, что я как бы был застрахован ОСАГО, я ему доплатил ту сумму, которой не хватало ему на ремонт. И, в общем-то, после этого я решил в этой страховой не страховать и вот перешел в согласие. И последний, получается, лет, наверное, 12 я страхуюсь в согласии, за исключением одного года. Где-то, наверное, лет 5 назад я был, я уже не помню, по какой причине я страховался в другой страховой. И после этого потеряли мой коэффициент КБМ. И он у меня стал такой, как будто я никогда не страховался. Да, ну и сейчас он, конечно, уже подснизился, но, тем не менее, вот была потеря этого коэффициента. Так что дальше я его озвучу. Не удивляйтесь, что он у меня такой высокий. Итак, по поводу ОСАГО. Ребят, проживаю я в Тульской области, город Щекино. Автомобиль у меня Lada Vesta SV с двигателем 1.8, 122 лошадиные силы. Водительский стаж у меня с 2004 года. Значит, в страховке я вписан один. То есть, никого больше не вписано, в такси автомобиль не используется. Базовая ставка составляет, в том году составила 4118 рублей. Коэффициент КБМ у меня был 0.65. И итоговая стоимость страховки составила 4156 рублей. Это за прошлый год. 4156. В этом году, что мы имеем? Страховка за год у нас подорожала. Все у меня осталось, как и было. Даже коэффициент этот КБМ не изменился. Остался также 0.65. А вот базовая ставка выросла. И она составила 5018 рублей. И итоговая стоимость страховки составила уже 4926 рублей. То есть, страховка подорожала практически 5000 рублей. Она мне в этом году обошлась. Обязательно пишите в комментариях, где страхуете вы и сколько вам обходит страховка. Это что касается ОСАГО. Что касается КАСКО. Я страхую КАСКО с первого дня, как купил автомобиль. Автомобиль у меня был куплен за наличку. То есть, здесь причина не в том, что он кредитный был. Страховка была чисто для собственного спокойствия. И в этом году я считаю, что это особенно актуально. Почему? Ну, во-первых, мы видим, что у нас происходит со стоимостью запчастей на автомобиле. Они у нас там выросли прилично. Там где-то на 30, что-то на 50, а что-то и на 70%. То есть, запчасти очень сильно подорожали. И, в принципе, сумма страховки сейчас не превышает стоимость одной двери на Lada Vesta. Железной, без покраса, без всего. К тому же, в этом году прогнозируют, что увеличится число угонов автомобилей. Это касается не только Lada Vesta, а вообще всех автомобилей. Это связано в том числе и с ростом стоимости запчастей. И с тем, что также прогнозируется их дефицит, этих запчастей. Поэтому автомобили будут угоняться больше, будут угоняться на запчасти. Автомобиль Lada Vesta уже довольно-таки популярный. Он выпускается у нас с 2015 года. Этих автомобилей на дорогах много. Соответственно, потребность в запчастях большая. Поэтому и прогнозируют рост угона. Ну, и, в общем-то, чтобы как бы спать спокойно, я решил продолжить страховать свой автомобиль. Так, что мы имеем за первый год, за 2019 год, когда я только приобрел автомобиль? Страховая сумма, то есть это то, во сколько оценен автомобиль, составляла 836 тысяч рублей. По факту автомобиль стоил 842 тысячи без допов. Там делали какую-то небольшую скидочку мне, что-то они там мудрили, не знаю. В общем-то, в страховой он прописан как 836 тысяч рублей. Франшиза 9 тысяч рублей. То есть у меня каска с франшизой. Сейчас дальше объясню, что это такое для тех, кто не знает. И страховая премия, это то, во сколько мне обошлась страховка, составила 25 тысяч 950 рублей. То есть 26 тысяч рублей мне обошлась страховка. Что такое франшиза? Франшиза это то, что нам позволяет сэкономить при покупке страховки. Но эти деньги мы с вами заплатим, если наступит страховой случай. То есть, если бы у меня страховка была без франшизы, то она мне обошлась не 26 тысяч рублей, а плюс примерно эти самые 9 тысяч рублей. То есть страховка вышла бы дороже. Но при этом она была бы полная эта страховка. И в случае наступления страхового случая, грубо говоря, насчитали мне 100 тысяч рублей, мне и заплатили бы 100 тысяч рублей. В случае с франшизой ситуация немного меняется. Я на момент страховки экономлю. Если страховой случай не наступает, то я сэкономил, я как бы молодец. Если же страховой случай наступает, то эти деньги все равно заплачу. Мне недоплатит их страховая. То есть, грубо говоря, наступил страховой случай, мне насчитали 100 тысяч рублей, но мне заплатят на рынке не 100 тысяч рублей, а минус стоимость франшизы. То есть, минус 9 тысяч рублей. Что мы имеем дальше? Это мы говорили с вами про 19-й год. Полис за 20-й год я что-то не нашел, не знаю, куда я его делал. В общем-то, полис у меня за 21-й год. Разумеется, мне уже не хотелось платить столько много денег. При покупке автомобиля, да, там как-то я прям дороговато, мне показалось, заплатил за страховку. В общем-то, я с ними беседовал по этому поводу. И что у нас в итоге получилось в прошлом году. Страховая сумма, то есть, это во сколько оценили автомобиль, составила 750 тысяч рублей. А стоимость страховки с той же франшизой в 9 тысяч составила уже 16 тысяч рублей. То есть, в том ходу автомобиль был оценен всего лишь на 80 тысяч дешевле. При этом страховка обошлась дешевле на 10 тысяч рублей. Это был прошлый год. И что мы имеем в этом году? В этом году у нас автомобили подорожали, как новые, так и БУ. И опять, путем, так скажем, переговоров, мне удалось добиться каких цифр. Страховая сумма миллион рублей. То есть, в этом году автомобиль оценен в миллион рублей. И стоимость страховки составила в этом году мне 19 тысяч 253 рубля. Ну, 19, 200 обошлась мне каска. Также с франшизой в 9 тысяч рублей. Ребят, ну, не знаю, дорого это или недорого. Пишите в комментариях. Потому что я, честно скажу, я не мониторил в этом году цены. Я не обращался ни в какую другую страховую. Не узнавал, сколько обойдется там. Потому что, как бы, ну, да, я вначале рассказывал, что я несколько раз сталкивался с страховыми случаями. Именно с согласией. И, как бы, меня все устроило, так скажем. Поэтому я не искал никакой другой страховой. Обязательно пишите в комментариях, сколько обходится страховка вам. Продолжают нас со всех сторон кошмарить о том, что, возможно, на территории России заблокируют YouTube. Поэтому в описании я оставлю ссылочки на мой телеграм-канал, на контакт, на Яндекс.Дзен. Чтобы не потерять нам с вами связь, переходите и подписывайтесь там, где вам удобно. Если хотите, конечно, следить дальше за моим каналом. Большое спасибо вам за ваше внимание. Подписывайтесь на мои каналы. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok